Наш город по праву считается одним из самых красивых и благоустроенных в Краснодарском крае. И для того, чтобы он всегда был на достойном уровне, прилагаются серьезные усилия. Много внимания уделяется и встречам руководства города и района со славянцами, на которых речь идет о проблемах жителей и их решении. Глава славянского района рассказал жителям северного округа города о том, как развивается экономика, как формируется бюджет и благодаря чему удается создавать комфортные условия проживания для славянцев. Участие в краевых и федеральных программах – это большое подспорье для местных властей. Дополнительно мы участвовали в краевых и федеральных программах. Нам удалось в целом привлечь почти 600 миллионов рублей дополнительных денег. Это серьезное подспорье. Все эти деньги тратились, как правило, на образование, здравоохранение, культуру, спорт. Это основные наши направления работы. Роман Сенеговский осветил все стороны работы районной власти. В ее активе много реальных достижений, таких как строительство новой современной школы, ремонт школьных спортзалов, развитие инфраструктуры для спорта шаговой доступности. Немало сделано для здравоохранения. Это и построенный офис врача общей практики в южном округе города, и обновленная детская поликлиника, и новые машины скорой помощи, и рентгенаппарат, и многое другое. В ближайших планах – реконструкция Северного парка. В этом году мы начнем реконструкцию нашего Северного парка в районе больницы. 50 миллионов подтверждений денег нам уже дали, но мы надеемся, что проект у нас готов, что, может быть, там будет вторая-третья очередь. Мы надеемся с Александром Борисовичем привлечь еще 50 миллионов рублей. Если 100 миллионов рублей мы привлекем, то, поверьте мне, создадим совершенно другие условия. Жители округа видят изменения к лучшему в городе, и вместе с тем у них есть свои вопросы к властям, на которые они хотели получить ответы. Все знают, что в нашем городе есть и парк. Вы о нем вспоминали. Печально очень, что он чаще и больше находится на ремонте. Там деревянный каркас, который на улице гниет, просаживается. На сегодняшний день от фанеры мы никуда не уйдем, потому что должно играть, должно быть, да-да. Но сейчас переходим на металлический каркас, поэтому ремонты, конечно, я считаю, что мы будем уже делать реже, и мы потихоньку полностью переделаем на металлическом каркасе. Волнуют жителей и рост стоимости услуг управляющих компаний. Раньше у нас было на диспетчерскую службу отчисление ежемесячно 2,419,96, теперь у нас 9,412,04. Я задала вопрос, почему такое увеличение, а вот у нас за скорость, так и так далее. Глава Славянского района сказал, что пригласит представителей управляющей компании, чтобы разобраться, чем объясняется такое увеличение платы. Прозвучала и такая мысль. Жителям нужно выстраивать взаимовыгодные отношения с управляющими компаниями. Больше всего вопросов было задано по дорогам, тротуарам и уличному освещению. Ни один из них не остался без ответа. Очень много внимания уделяется и средств, скорее всего, и на лечебные учреждения, и на спортивные заведения, чтобы детям было где заниматься. И поэтому считаем, что город действует в правильном направлении, используются средства. И надеемся, что и на нашей улице будет праздник. Все вопросы были прослушаны, и мы считаем, что по всем этим вопросам будут приняты какие-то меры. И думаем, что нашими общими усилиями, изучая мнение населения, как лучше нам жить в нашем городе, меры будут приниматься и постепенно решаться. Именно живое общение с людьми помогает правильно выстраивать приоритеты для работы представителей власти. Тротуар, дорога, освещение – вот святые вопросы. Плюс сюда образование, в большей степени медицина. Вот сегодня все руководители услышали, какие живые вопросы волнуют людей. Да, там, где люди заявили, там сделают в первую очередь. Есть и другие улицы, и до них достанем. Все вопросы, прозвучавшие на сходе, поставлены на контроль главы района, и по ним будут найдены решения. Словом, будет сделано все необходимое для улучшения жизни жителей северного округа города. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Продолжение следует...